Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городе появится парк дружбы народов. Незаконную нефтебазу обнаружили в Самарской области сотрудники ФСБ. Располагалась она в Ставропольском районе. Оперативники нашли 16 малогабаритных нефтеперерабатывающих установок и более 20 подземных цистерн различного объема для хранения сырья и готовой продукции. Примерный объем производимых нефтепродуктов на базе от 600 до 1000 тонн в месяц. Силовики задержали подозреваемого, 50-летнего жителя Тольятти, который причастен к организации незаконного бизнеса. Изъята хозяйственная финансовая документация, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Самаре по факту гибели девочки, который исполнился всего лишь месяц, возбудили уголовное дело. Тело ребенка с множеством ссадин на голове нашли в одной из квартир дома в промышленном районе Самары. По словам отца девочки, 6 марта он был дома вместе с годовалой дочерью, своей сожительницей, которая уехала к родственникам в Оренбургскую область, и родной дочерью. Примерно в 5 часов он ушел в магазин, оставив спящих детей от них дома. Вернувшись, он увидел, что младшая дочь лежит на кухне на полу, на лбу у нее он заметил царапину и шишку. После этого он положил ее спать, а ночью обнаружил, что дочь не подает признаков жизни. В настоящее время по уголовному делу создана следственно-оперативная группа, ведется следствие. Тем временем показатели младенческой смертности в Самарской области значительно снижаются. Эта информация была озвучена сегодня на итоговой коллегии областного Минздрава. Регион не только стал лучшим в ПФО, но и обогнал многие европейские страны. Перинатальные технологии вышли на международный уровень. Открыт современный центр в Самаре, завершена модернизация Тольяттинского. В областном центре началось строительство клиники «Мадди-Дитя». В прошлом году пополнился на 30 машин автопарк скорой помощи. А к 2018 году перед регионом стоит амбициозная задача – выйти на международные стандарты качества медицинской помощи. Чемпионат мира по футболу – это для медицины тоже большое наследие. Почему? Потому что международные стандарты оказания медицинской помощи – это во многом повышает профессионализм. Ну и, конечно, вот направление дальнейшего сотрудничества с Самарским медицинским университетом. Я могу сразу сказать, что 2017 год – это год аккредитации по лечебному делу и педиатрии. И очень много молодых врачей в амбулаторно-поликлиническое звено придет. В каком виде встретит город гостей Чемпионата мира по футболу в 2018 году решают уже сейчас. Самарская мэрия детально обсуждает план благоустройства каждого района в зоне особого внимания улицы, по которым проходят гостевые маршруты. Марина Матвейшина узнала, как преобразятся железнодорожные и самарские районы. В мэрии обсуждают план благоустройства въездных групп и гостевых маршрутов железнодорожного района. Детально разбирают каждый дом, забор и столб. Идеально должно быть все. С жителями частных домов районные власти уже договорились. Старые разномастные заборы снесут. На их месте возведут новые, однотипные. Фасады домов либо закрасят, либо отремонтируют за счет фонда капремонта. Все должно выглядеть красиво и благородно. Газоны ровные и зеленые, деревья аккуратно обрезанные, а световые столбы почищены от объявлений и покрашены. С незаконной рекламой уже вовсю ведется борьба. Из 147 конструкций демонтировали 126. Работа продолжается. Самовольно установленные ларьки тоже вывозят. Стоящие на законных основаниях, но неприглядные внешне киоски пытаются облагородить или найти альтернативные варианты. По аврории договорились такие. Эти киоски по факту являются законом. Но они лучше портят нам внешний вид. И Аврора у нас согласна предоставить им торговые площади в самом торговом центре. А вот это будет закрыто стеклом, как у них сделано по всему периоду Авроры. Это планируется сделать до июля этого года, 2017 года. То есть эти киоски исчезнут? Да, этого не будет. Следующий на повестке дня район Самарский. Глава района представляет подробный план улиц, по которым проходит гостевой маршрут. Внимание не только фасадам домов, но и состоянию дорог. Некоторые из них уже отремонтированы. Некоторые в планах на этот год. Этот маршрут полностью закрывается у нас капитальным ремонтом. Венцико было сделано не так давно. Оно в идеальном состоянии получается. Водников, Венцико, Максима Горького дорога будет идеальная. Тротуары, ограждения все будут сделаны. Соответственно и газоны будут тоже восстановлены от фасада до фасада. Все планы работ по двум районам должны быть готовы уже на следующей неделе. С конкретными цифрами и сроками. Времени мало, говорит мэр Олег Фурсов. Но частично работа в районах уже началась. Проходить она будет под жестким контролем городских властей. Это нормально, что контрольные мероприятия будут проходить. Они позволят нам какие-то нюансы, недочеты, которые мы не увидели с первого, с пятого, с десятого раза, выявить и устранить. Но качество, качество, сроки это обязательно нужно. Если районные власти не будут ждать, а проявлять инициативу, отмечает Олег Фурсов, город преобразится и будет радовать своим видом не только гостей, но и своих жителей. Марина Матвеевшина, Станислав Левин, Василий Колдашов. События. 2 миллиарда 300 миллионов рублей – таков бюджет дорожного строительства в Самаре в этом году. Город должен привести в порядок как основные трассы, так и небольшие и внутриквартальные дороги. На особом контроле те объекты, которые были выполнены в предыдущие годы. Все они сделаны с гарантийным сроком. Тех подрядчиков, что не выдержали проверку холодами, заставят устранять ошибки согласно гарантийным обязательствам. Сюжет Олега Зверева. Время масштабного дорожного ремонта начинается с приходом весны. Особо строгие требования к качеству проводимых работ. В прошлом году в порядок привели полтора миллиона квадратных метров асфальтового покрытия. И сейчас становится видно, как эти дороги перезимовали. Все работы выполнены с гарантийным сроком от двух до пяти лет. Если они не прошли проверку боем, подрядчиков заставят переделывать. Сейчас везде это по части предложения высказал губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. Сейчас практически везде при ремонте дорог гарантийный срок составляет у нас пять лет. Если мы говорим о больших картах, у нас вообще гарантийного ремонта не было, когда мы начинали ремонт, то сегодня на больших картах свыше ста метров погонных, то гарантийный ремонт составляет два года. В Самаре сейчас 156 дорог стоят на гарантийном сроке. Уже понятно, с каких подрядчиков потребуют устранить неполадки. К примеру, это улицы Мичурина и Олимпийская. А в дальнейшем контроль качества будет еще жестче. В год перед чемпионатом мира по футболу городские улицы должны быть приведены в нормативное состояние. Мы сейчас заставляем подрядчиков по гарантийному ремонту, по бюджетному варианту работать летим асфальтом. Ну, точно нужно сделать потом прилично, чтобы мы уже говорили, исправили все эти ошибки. В этом году предстоит выполнить работы в общей сложности на 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Начнется капитальный ремонт Южного моста и путепровода по улице Авроры. Всего в план включены более 50 объектов. Плюс дороги по двухлетним контрактам. Надо закончить те работы, которые начались в 2016 году. На сегодня уже начался ямочный ремонт. Но и здесь городские власти требуют работы без брака. Поэтому, если кто-то из горожан обнаружит, что асфальт кладут в лужу, просьба сообщить об этом в мэрию. Такие подрядчики городу точно не нужны. Олег Зверев, Григорий Пельшаков, События. Самарская область стала регионом наиболее успешных стартап-проектов. За три года молодым предпринимателям и ученым удалось совершить прорыв в развитии и продвижении инновационных изобретений не только в России, но и за рубежом. Перспективу научных разработок губернатор Николай Меркошкин обсудил с представителями регионального центра инноваций. Эта организация поддерживает начинающих предпринимателей, занимается трансфером технологий и помогает привлечь инвестиции. За последние два года на воплощение самарских проектов привлекли около 600 миллионов рублей от фонда содействия инноваций. Финансовую поддержку от федеральных институтов получили более 250 проектов. Главе региона представили наиболее успешные, среди которых и высокотехнологичные разработки для различных отраслей промышленности, и образовательные проекты, инновационные программы в сфере туризма и картографии. Что касается инноваций, ставим для себя это как важнейшую задачу. Без собственных усилий, без собственных инноваций, без собственных технологий, в итоге собственных технологий нам очень и очень сложно будет развиваться, поддерживать и повышать жизненный уровень людей. Как раз наша задача является то, что мы должны создать большой поток качественных проектов в Самарской области. Ну, собственно, наша миссия – это помогать амбициозным, балансовым людям, реализации их идей, создавая благоприятную судьбу для предпринимателей инноваций. То есть ключевые слова – это люди и среда. Им снится рокот космодрома и ледяная синева. В Самаре стартовал третий этап всероссийского конкурса юных исследователей «Спутник». 50 школьников со всей страны на базе Самарского университета начинают подготовку к конструированию настоящего спутника, который запустят на орбиту. За кем будущее российской космонавтики, расскажет Андрей Горгуленко. Самарский школьник Даниил Куприянов давно мечтает о покорении космоса и к своей цели движется уверенно. Девятиклассник стал одним из 50 самых технически подготовленных и талантливых детей со всей России. Пройти отбор с конкурсом «30 человек на одно место» ему помогло эссе о перспективах колонизации Марса. Отправить людей на Марс хотел еще Сергей Павлович Королев. То есть, представляете, как это было давно. И до сих пор никаких серьезных шагов к этому не было предпринято. Ну, поэтому хотелось бы создать что-то или поучаствовать в колонизации Марса. Таких же юных, любознательных и увлеченных космическим пространством принимает Самарский университет на третьем этапе Всероссийского конкурса юных исследователей «Спутник». Для финалистов подготовлена богатая программа. Они познакомятся с кафедрой космических исследований и центром испытаний наноспутников. Также юные исследователи презентуют и обсудят проекты, представленные на конкурс. Тут и физика, и математика, и биология, и химия, и сама философия жизни не только на Земле, но и во Вселенной. То есть, это ребята нацелены на какие-то перспективы с точки зрения своего будущего и с точки зрения будущего развития космонавтики. В апреле финалисты уедут в Крымский Артек на космическую смену. Школьники будут изучать азы конструкторской работы не только на лекциях, но и на практике. Итогом работы победителей конкурса станет создание демонстрационной модели наноспутника. Дети под влиянием родителей, конечно, интуитивно понимают, что все абсолютно проблемы, которые возникают на Земле, могут быть решены успешно из космоса. Полностью завершить цикл работ над полноценным спутником, готовым для отправки на орбиту, участники конкурса смогут уже в качестве студентов-первокурсников в лабораториях Самарского университета. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Лимит социальной транспортной карты может быть увеличен. С таким предложением выступили общественные организации инвалидов Самарской области. Дело в том, что людям с ограниченными возможностями здоровья приходится ездить в школу и на работу с пересадками. И даже простая арифметика показывает, что 50 поездок в месяц для них мало. По поручению губернатора областное правительство разрабатывает комплекс дополнительных мер. Об этом говорили на совещании за круглым столом. Мнение выслушал и Олег Зверев. Как показала статистика февраля, среднее число поездок по социальной транспортной карте в Самаре составило 33. И только 5% льготников превысили установленный лимит в 50 поездок. В основном это инвалиды, которые каждый день с пересадкой добираются до места работы, до реабилитационного центра и коррекционной школы. Но и их интересы тоже должны быть учтены. В февраль короткий месяц и много выходных, а весной, когда откроются еще и дачные маршруты, ездить станут больше. О том, чтобы вернуть безразмерную карту, речь не идет. Лимит поездок это общероссийский тренд и к этому идут все регионы. Но при этом необходимо адресно помочь льготникам, которым объективно приходится ездить больше 50 раз в месяц. Здесь можно еще рассмотреть вопрос правильный, какого-то индивидуального подхода. Мы готовы представить даже таких людей, перечень таких, список таких людей, которым действительно удается увеличение лимитов поездок. Это лишь один из вариантов решения проблемы. Другие обсуждаются. За круглым столом собрались представители областного правительства, общественности, руководители транспортных организаций, предприятий и школ для людей с ограниченными возможностями здоровья. Предложение – скорректировать маршруты. Тем более, что большая их часть сформирована еще в советские времена, а город развивается и многое уже изменилось. Совместно с городом прорабатываем вопрос по маршрутам общественного транспорта городского. Это по изменению схем движения маршрутов, по рассмотрению возможности организации безпересадочных маршрутов. Как в зимний период, так и в летний период, когда будут организованы дачные маршруты. Совещание проходило в режиме диалога. Задача – выслушать все мнения, чтобы в итоге выработать комплекс мер дополнительной социальной поддержки транспортного обслуживания инвалидов. Возможно увеличение лимита поездок, возможно можно посмотреть по поводу формирования маршрутов, например, да, или есть варианты, когда, вот нам об этом тоже говорили, когда есть сложившиеся маршруты, но там предусматривается несколько пересадок. Ведь можно, раз это маршрут, включать эти пересадки, как считать их за одну поездку. Все предложения направлены в областное министерство транспорта и администрации городов, которые в ближайшее время должны принять решение, чтобы сохранить социальные значения льготного проезда для каждого человека. Олег Зверев, Василий Холдашов, События. Продажи легковых машин в стране снижаются. Насколько они упали с начала года, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть в конце недели дешевеет. За один баррель марки Brent дают 52 доллара 40 центов. Валюта дорожает. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 59 рублей 21 копейка, евро 62 рубля 74 копейки. Золото стоит 2278 рублей, серебро 32 рубля 91 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллары можно было купить за 59 рублей 44 копейки, дороже всего продать за 59 рублей 11 копеек. Правительство страны снимает запрет на поставки лука, цветной капусты, брокколи и гвоздик из Турции. Под запретом пока остаются яблоки, огурцы, помидоры, виноград и апельсины. Продажи легковых машин с начала года в России упали на 4%, сообщают аналитики Ассоциации европейского бизнеса. При этом самыми продаваемыми остаются автомобили Лада. За пару месяцев реализовано больше 20 тысяч штук. А вот модель Лада Ларгус снова оказалась в дефиците. Некоторые модификации покупатели ждут по несколько месяцев. Нехватку объясняют резким ростом спроса. На этом все. Удачи в делах. Далее коротко о других событиях дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 9,7 лет лишения свободы получили участники преступной группы, которые в 2016 году сбывали наркотики в Самаре-Новокубышевске. Летом преступники купили партию наркотиков и спрятали в тайнике закладки на территории Новокубышевска. Сотрудники управления ФСБ России по Самарской области провели обследование участка. Нашли и изъяли 79,5 граммов героина. По данному факту возбуждено уголовное дело. Приговор вступил в силу. Роспотребнадзор проинформирует самарцев по вопросам качества продуктов. С 13 по 27 марта ведомство проведет горячую линию на тему качества и безопасности пищевой продукции. Специалисты управления расскажут о правилах покупки и продажи продуктов, условиях хранения и сроках реализации, нормативных требованиях, технических регламентов. Вопросы можно будет задать в течение двух недель по будням с 9 до 18 часов по телефону, указанному на экране. Самарский университет впервые вошел в международный предметный рейтинг учебных заведений. Британская компания оценила вузы из 74 стран. Учитывались результаты обучения по 46 предметам. Рейтинг составляли на основе четырех критериев. Мнение академического сообщества, работодателей, индексы цитирования и вклада в науку. Самарский национальный исследовательский университет имени Королева расположился в группе в СУЗов, разделивших позиции по направлению физика и астрономия. А это еще раз подтверждает эффективность долгосрочной стратегии развития Самарского университета. Самарский регион вновь ждет потепление. В первой декаде марта средняя температура воздуха оказалась на 8 градусов выше многолетних значений. Выходные синоптики обещают в ночное время колебания температуры воздуха от 4 до минус 10 градусов, а днем до 3, а местами и до 7 градусов тепла. Помочь в обустройстве парка «Дружба народов» сможет любой желающий. Тему сегодня обсуждали в общественной палате. По видеосвязи к заседанию присоединились все районы Самарской области. Там идею поддержали и обещали помочь. Парк «Дружба народов» должен стать экскурсионной площадкой, которая заработает к чемпионату мира по футболу 2018. Там построят более 20 национальных подворий. Русская, чувашская, мордовская, татарская и другие. Это не только продемонстрирует своеобразие архитектуры разных народов, но и позволит узнать об их истории и культурных традициях. Внутри будут представлены предметы быта, национальные костюмы и другие экспонаты. Нам хочется, чтобы приняли участие не только члены Союза народов, а практически весь народ, скажем так, Самарской области. Если кто-то старые какие-то вещи передаст в парк «Дружба», соответственно, является участником строительства и наполнения данного парка. Есть такая работа – города строить. Заслуженный архитектор России Алексей Герасимов представил сегодня свою персональную выставку. Место определили особенное – российский государственный архив. Ведь именно с сегодняшнего дня его сотрудники начали создавать личный фонд Зодчего и тем самым отметили свой профессиональный праздник. О человеке, в том числе благодаря которому Самара обрела свое лицо, расскажет Марианна Мирная. С сегодняшнего дня заслуженный архитектор России Алексей Герасимов – обладатель личного фонда в российском государственном архиве. Именно так здесь решили отпраздновать профессиональный праздник. Дворец бракосочетаний, теремок, станция метро «Победа», жилые дома – сотни зданий были спроектированы Алексеем Герасимовым. Наибольшую гордость вызывает вот это здание на полевой, у которого не только сложное название – зональный вычислительный центр объединенного диспетчерского управления энергосистемами средней Волги, но и непростая архитектура. Серьезное здание запроектировать очень сложно. Это сложнейшая конструкция, особенно этот вычислительный центр. Туда сначала все отпихивались от этого дела, прям молились Богу, чтобы меня зарубили там в Москве на Согласовянии, потому что сложно проектировать. Мы проектировали, срывали сроки, выговора там, 5-е, 10-е, потому что все чертилось вручную. 10 марта – не случайно дата архивариусов. Именно в этот день, в 1720 году, Петр I подписал указ о том, что нужно письма прилежно собирать, реестры чинить, листы перемечивать. Очень много фактов, когда при жизни человек не оценивает, ну что, я еще живу, документы со мной, а вот потом куда-нибудь. И случается так, что не всегда родственники, не всегда коллеги, на производственном каком-то, оценивают личность того или иного человека, оценивают тот вклад, который он сделал в своей отрасли. И зачастую, вот мы сейчас разговаривали с коллегами Алексеем Николаевичем, документы уничтожены, документы погибли. Чтобы этого не случилось, мы, конечно, будем собирать фонд. В экспозиции представлены не только эскизы и чертежи Алексея Герасимова, но и фотоработы – пейзажи Самарского края, Карелии, Узбекистана и Казахстана. Выставка продлится до 10 апреля. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Самарская женская баскетбольная команда «Политех» установила рекорд. Она набрала более 100 очков за игру в Суперлиге. Какими еще достижениями на этой неделе могут похвастаться наши атлеты, расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарский велогонщик финишировал третьим на Паралимпийском чемпионате мира. Серебро в акватлоне. Армеец Дмитрий Ефимов успешно выступил на первенстве России. Женская баскетбольная команда установила рекорд. Она набрала более 100 очков за игру. Со счетом 101-58 Самарский политех победил Ставропольчанку в очередном туре женской суперлиги. Первый матч сдвоенной серии игр получился рекордным для Самарского клуба. Команда впервые в своей истории набрала более 100 очков за матч. Такой результат стал возможным благодаря снайперским броскам Полины Завьяловой 21 балл и Елены Мельниковой 17. Второй поединок прошел в равной борьбе и в финальной четверти счет на табло был 70-70. Однако вновь в своей способности точно забивать двухочковые проявила Елена Мельникова. В итоге вторая победа Политеха со счетом 81-75 позволила команде закрепиться на первом месте суперлиги. Очередные матчи пройдут в выходные в спорткомплексе СамГТУ в 17.00 в Постниковом овраге. Гости – команда Ростов. Занимает седьмую строчку турнирной таблицы. Дмитрий Ефимов завоевал серебряную медаль среди юниоров на первенстве страны по акватлону. Разновидность современного пятиборья включает в себя только бег и плавание. В Новочебоксарске Чувашии самарскому мастеру спорта на три дистанции потребовалось 28 минут и 53 секунды. Программа первенства включала плавание 1000 метров и две дистанции бега в общей сложности 5 километров. В этом году на старт всероссийского первенства по акватлону вышли почти 300 спортсменов из 11 регионов страны. Еще одной медалью в самарской копилке стало больше. Сергей Батуков привез бронзовую медаль с чемпионата мира по велоспорту. Самарский паралимпийц в Лос-Анджелесе США на треке успешно выступил против 70 спортсменов из 20 стран. В личном зачете на дистанции 1000 метров Батуков занял седьмое место и показал время – 1 минута 12 секунд. В командном спринте в квалификации Сергей был уже третьим, а в финале за бронзовую медаль сборная Россия обогнала паралимпийцев из Чехии. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. А наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok